здравствуйте уважаемые друзья вы на первом городском это проект внутри дня и сегодня гость нашей студии это старший тренер по самбо кривого рога сергей шпилев здравствуйте здравствуйте ну давайте подводить наверное итоги 2016 года все-таки мы уже в 2017 но вот все-таки как у нас сам бота в 2016 году и вообще в целом в нашем городе ну я скажу сама в нашем городе всегда была на хорошем высоком уровне в этом году мы выступили неплохо чемпионат европы в тулузе прошел нас чемпионка москалёва екатерина и пятое место был занял шевченко данил это москалёва даю сша номер 7 шевченко цыгок потом мы ездили уже по осени нас прошли три чемпионата мира юноши юниоры опять-таки москалёва екатерина в румынии заняла первое место а шевченко занял второе место подготовился хорошо и занял второе место на чемпионате мира по взрослым у нас в болгарии в софии таня савенко заняла третье место выступила достойно хорошо и вот буквально перед новым годом декабре мы ездили летали на кипр нас было три спортсмена с кривого рога это с девятой школы у нас дюк илья занял пятое место на цыгоке у нас ездила девочка жиляева анастасия стала 3 из сша номер два сергей чук станислав занял второе место очень достойно по всем возрастам у нас есть медали на самых высоких уровнях слушайте но вот этот вот результат он прогнозируемый либо же ну неожиданным как для вас как тренер для меня как тренера прогнозируем почему потому что эти дети они чемпионы чемпионы нашей страны наша страна занимает также лидирующие позиции на мировом первенстве ну окей 2016 был для вас удачным какие планы строите на 17 год на 17 год у нас ведущие спортсмены переходят с юношей в юниоры это как выше указанная москалёва и шевченко на данил поэтому я думаю они готовятся будут выступать на том же уровне но только уже в следующей возрастной группе хорошо я ну я знаю что буквально на днях по моему завтра если я не ошибаюсь у вас будет вот такой вот перформанс в одном из торговых центров нашего города зачем это будет сделано что будет происходить когда это где об этом расскажите пожалуйста до завтра в 13.00 в солнечной галереи галереи на втором этаже будут проходить показательные выступления секции кривого рога борьбы самбо где будут принимать участие три возрастные группы младший средний и старший возраст будут показаны элементы акробатики элементы борьбы в стойке в партере для чего это все это все для популяризации борьбы самбо для популяризации здорового образа жизни плюс к этому всему у нас будет прямо там же после показательных выступлений подведения итогов года будут награждены десятка лучших спортсменов тройка лучших тренеров ну и плюс всем желающим будут разданы бюллетени где будут указаны все контактные телефоны секции кривого рога где можно было записать детей понимаю во сколько это все будет 1300 раз на друзья приходить но у каждого вида спорта в нашем городе потому как большое количество спортсменов и тренеров собственно было у меня на интервью это федерации в основном есть у нас федерация по самому кто кто в нее входит как долго она существует какие вопросы поднимают федерация города кривого рога у нас существует давно у нас на объединена федерация самбо дзюдо сумо три вида спорта в одном плюс у нас на базе кривого рога еще и осередок киевской федерации областная федерация тоже самое находится здесь президент осередка у нас не чай андрей михалыч насколько важно чтобы проводили как внутренние соревнования в нашем городе такие соревнования которые проводят в жена в территории всей нашей страны насколько важно чтобы они были регулярными но это же очень важно почему во первых как я сказал это популяризация были за организации не только вида спорта самбо ну и популяризация это здорового образа жизни здорового поколения и на фонда нашей страны мы тренера мы готовим детей а каждый тренер каждый ну педагог он хочет видеть конечный результат своего труда а конечный результат мы можем видеть только по ходу соревнований то есть победители призеры отобрались сборной украины выступили на европейских на мировых стартах поэтому это очень важно хорошо но у нас большое количество разных спортивных направлений в нашем городе но если мы говорим даже о таких боевых искусствах ну конкуренция это вот хорошо всегда в коне это всегда хорошо есть так надо двигатель вообще развития и всего остального вы чем привлекаете новых людей чтобы не приходили именно занимались самбо чем он так привлекательным самбо это вид борьбы а борьба привлекательно чем это не только единоборство это прежде всего акробатика координация борец он всегда разносторонен он умеет играть и футбол в игровые виды спорта все и в теннис и плавает и борется поэтому у нас дети все развиты просто на проте этим мы привлекаем но со скольки занимаются со скольки можно заниматься этим видом спорта ну в самые младшие группы приходят 6 лет разрешено в даю сша с 8 ну опускается с 6 лет приходят ветки начинают заниматься акробатикой потихонечку но говорите вот о популяризации и об этих вот акциях просто упал спрос на самбо либо же вот пояснить я просто понимаю когда нужно популяризировать видно где-то нет спрос не упал просто вы знаете нужно всегда развиваться нужно развиваться нужно расширяться нужно что все это видели в детей очень много тренируется конкуренция большая у нас но вы же знаете мы всегда должны стремиться к лучшему конечно поэтому по всем от столицам по другим городам это давно уже идет популяризация больших супермаркетах проходит показательные выступления чтобы все видели что есть такой спорт что дети очень хорошо хорошо развитые что дети что учатся что-то умеют поэтому и мы решили что это надо это надо прежде всего не только для нас от для города для очень символично что как раз ваши показательные выступления будут проходить рядом возле фастфудов где есть и алкоголь и все остальное очень очень символично где-то мы поднялись выше на второй этаж задуматься хорошо но хочу вашей у спортивной карьере спросить вы как в спорт пришли и почему подали в микс в долгие годы и на этому виду спорта ну я пришел в спорт знаете как тем более при советском союзе было очень много спортивных секций каждый ищет свое направление я начинал с вообще с вольной борьбы борьба стала близко перешел на дзюдо дзюдо самбо ну и занимался и дзюдо и самбо выполнил норму мастера спорта по самбо работаю тренером я знаю что кроме тренерства если так можно выразиться вы еще и суде до соревнований вам ближе где ну смотрите я тренер сборной украины на трем возрастом плюс судья международной категории езжу и как с детьми на чемпионаты европы мира также и как судья на чемпионаты и группы мира но опять как я говорил каждый тренер хочет видеть конечный результат поэтому ближе конечно тренерская работа но судейская и и тренера должны развиваться не тоже должны идти вперед не останет не вставать на месте вы тренер всей сборной украины вот кто это понимаю со всей со всей страны собственно съезжается лучше из лучших да кто у нас кто нам на пятки наступает ну скажем в ведущие областя это у нас самые большие области это харьковская область раньше была донецкая сейчас к сожалению распалась донецкая поэтому харьков киев днепропетровск очень сильная одесса вот это ведущая да еще область ведущая область да я вот по поводу того что вы и при советском союзе занимались спортом да и вот сейчас в эту разницу ощущаете подходу подход к спорту и не знаю к тренировочному процессу вообще на уровне поддержки на уровне государства что насколько разница сейчас эти два времени разница мы все знаем что живем мы не все самым хорошим времени хотя я могу сказать большое спасибо нашим руководителям депутатам что поддерживает поддерживает шамритская поддерживает депутат нашей областной рады павлов константин поддерживает именно на и нашу школу и не только нашу школу спорт плюс я вам скажу очень сильная помощь от фонда сергея смелого и личные контакты например скажу за себя у меня еще и клуб клуб борьбы едность где есть учредители такие как колесник александр фидюк александр которая помогает образовала это очень помогают развитию белорионов андрей спасибо ему большое ну все все люди которые занимаются бизнесом они вкладывают деньги не просто чтоб что-то поиметь они вкладывают в детей если за спорта вы знаете со спорта ничего не поимеешь они вкладывают просто в будущее нашей страны здорово и так возвращаемся к вопросу сера и вот тех времен и сейчас насколько в спорт поменялся насколько подходы поменялись насколько где было комфортнее где было проще где где сложнее знаете комфортнее наверно было в ссср почему потому что тренер был просто тренером сейчас тренер у него очень много обязанностей он инфинансист он и тренер он и менеджер он все почему потому что все ложится на плечи тренера при советском союзе тренер вы знаете были профсоюзы отправляем финанс все решает финансовые вопросы сейчас немного сложнее просто финансово плюсы есть какие-то плюсы развития развития баз развития спорта также сама прогресс идет как в науке технике так и в спорте новая техника новые броски новые подход к спорту подход к тренировочному процессу поэтому сейчас интереснее понимал а у кого вы скажем так учитесь как тренер есть вот опять же проходит время есть вас пример на что вот смотрите откуда черпаете вот те то все новое что появляется тренер учится всегда приезжаешь на соревнования увидел что-то интересное зафиксировал плюс интернет все время нужно интернет смотреть учиться новое смотреть воплощать в жизнь применять своим спортсменам вы знаете сейчас направление очень интересное от кроссфит да да это для физической подготовки очень серьезные подспорье для борьбы то есть и кроссфит достаточно новое такое направление как раз вот такая вот взаимодействие с вашим видом спорта которая помогает хорошо я кстати мы говорили вне эфира о том что все как-то хает наше поколение вот которая сейчас ходит нашу молодежь которая не заинтересована не какая-то инертная ваша оценка то все вы знаете дети очень хорошие дети хорошие может где-то немножко в физическом плане дети отстают от нашего поколения почему потому что мы выросли все в селах на всем натуральном а так дети целеустремленные что-то хотят добиться в этой жизни поэтому работать с ними приятно о вашем клубе хочу спросить клуб называется клуб борьбы единиц да где где работаете клуб борьбы единиц это одно относится к даю сша номер 7 просто зачем открыли круг клуб чтобы помогать детям в выездах на соревнования плюс где-то в материальной базе какой-то по тренерской мечте хочу вас спросить вот чтобы еще где бы вы хотели своего спортсмена на каком педестале увидеть вы знаете на всех но на всех в то есть хотелось бы чтоб самбо вошло в олимпийскую семью и хотелось видеть и во взбор во взрослом спорте на чемпионатах европы мира и также на олимпийские играх кстати по поводу вот олимпийских игр насколько есть шансы что что попадет не следите за этим процессом включать вы знаете постоянно следим постоянно идут переговоры в этом плане ну пока месяц она все до конечного логического завершения не пришло насколько она реально поживем увидим поживем увидим кстати я вот по поводу девушки которая занимается хочу спросить как думаете все таки это казалось такой мужской вид спорта как как удалось вырастить такого чемпиона скажите что именно девушка нас прославляет наш город именно в этом виде спорта я могу открыть маленький секрет наши девушки криворожанки всегда прославляют наш город это именно по самбо по самбо по самбо по самбо как бы как бы это объяснять целеустремленность где-то самое важное это трудолюбие когда человек трудолюбив и ставит перед собой цель и идет к этой цели это всегда вознаграждается поэтому вот я могу сказать насчет той же катя москалёвая что она идет к своей цели она когда человек приходит на тренировку не посмотреть отработать и чего-то добиться в этой жизни но вазан вознаграждается что еще самбо воспитывает помимо физических навыков вот каждый каждый тренер каждый спортсмен хвалит там свой спорт и выделяет вот какие-то в какое-то направление насколько самбо применимо но в наших реалиях не только на спортивной скажем так в арене вы знаете ну я не буду говорить именно о самбо я скажу вообще о спорте спорт он воспитывает человека он делает человека уверенным когда человек уверен он больше настроен на позитив на защиту нежели на агрессию поэтому как и самбо так и другие виды единоборств я думаю это просто воспитание личности понимаю и так подводим черту кого заинтересовал этот вид спорта насколько мы могли вообще поговорить сегодня о нем хотя у нас очень мало времени всего 20 минут кого заинтересовало завтра друзья то есть 5 5 января 5 января в 13.00 солнечная галерея познакомиться со спортом можно будет прямо там я благодарен вам за эту беседу время подходит концу но как-то замотивируйте людей заниматься спортом у вас для этого буквально минуты тех кто еще и не занимается прежде всего с новым годом и в новом году хочу пожелать здоровья а здоровье это что это здоровый образ жизни занимайтесь спортом приводите детей на самбо не пожалеете самбо это один из самых лучших видов спорта почему потому что это он очень награнен спасибо огромное сергей шпилев у нас был в гостях старший тренер по самбо города кривого рога меня зовут иван дычаг будьте здоровым занимайтесь спортом удачи оставайтесь на главном телеканале кривбаса увидимся